День рождения брата для Олега Георгиевича праздник поистине грустный. Мужчина умер два года назад от ковида. На следующий день после него скончался отец. Теперь житель деревни Локотня навещает своих родных здесь, на кладбище. За порядком на могилах следит, поэтому когда увидел ветки и опилки, был очень удивлен. Было обнаружено, что здесь было всё после спилов. Всё в ветках, всё чистили в опилках. Здесь лежали два дерева. Но это ещё раньше. Это с предыдущих рабочих. Нам своими силами пришлось их распиливать, уносить, убирать. За порядком на кладбище следит смотритель. Увидел старое дерево, сообщает арбориста. Для последних в Локотне работы оказалось немало. Под спил пошли 25 сухостоев. Рабочие утверждают, пилили максимально аккуратно. Но ветки и опилки – неизбежный побочный эффект. Несколько методиков есть. Основная – это арбористами. То есть это человек, который лезет на когтях с бензопилой и начинает завешивать макушку. И канатным способом опускает по одному-два фрагмента, чтобы не повредить могилы. Опилки и ветки подрядчик обещает убрать за 2-3 дня. На восстановление повреждённых оград времени понадобится чуть больше. Но и их приведут в первоначальный вид. Причём за счёт компании. Старые деревья будут вывозиться. Сейчас уже формируется объём под вывоз старых спиленных деревьев. Это всё будет сделано в ближайшее время. Также будет вырубаться кустарник мелкий. Это уже после того, как будут вывезены спиленные новые деревья. Это кладбище в Локотне появилось ещё в 18 веке. На нём обрели покой не только местные жители, но и красноармейцы. В 1941 году здесь шли ожесточённые бои. Во время Великой Отечественной войны здесь проходил рубеж обороны. Там река Жуковка протекает. И здесь погибло очень много советских солдат, которые здесь захоронены. Местные жители пока верят подрядчику на слово. Ход работ будут держать на контроле. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.